В Приморском Артёме разыскивают заблудившегося на улице города Тигра. Дикую кошку ночью зафиксировали в видеорегистратор одной из машин, когда та перебегала дорогу. По словам зоологов, хищник молотый неопытен и, скорее всего, забрёл в Артём случайно. Учёные призывают местных жителей быть осторожными. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Андрей Колесников. Андрей, приветствую. Есть ли какие-то новости о незваном краснокнижном гости? И вообще, часто ли тигры заходят в окрестности города? Доброе утро. Ну что ж, Андрей, мы сегодня побывали на том самом месте, где было снято нашумевшее видео с амурским тигром, перебегающим дорогу и крадущимся вдоль забора в местной промзоне в посёлке Угловое. Вы знаете, на этих видео, длящихся всего 7-10 секунд, после просмотра их может показаться, что район этот совершенно нежилой, но сегодня, буквально при дневном свете, мы смогли воочию убедиться, что это не так. Буквально за дорогой расположены 5-6 многоквартирных пятиэтажных домов, а также кафе, автосервисы и прочая инфраструктура. Нам удалось пообщаться с теми, на чьи камеры был снят этот материал. Давайте послушаем. Во второй половине дня, где-то после выхода в свет ролика, где он, собственно, перебегает в животную дорогу. Ну и, в общем, первое, конечно, ощущение было, удивление, как такое возможно, что дикое животное, причём тигр, ориентировочный тигр, может здесь проходить. Кто-то, эмоций было очень много, кто-то просто удивился, кто-то сказал, что, слава богу, что я не здесь на лавочке сижу, иначе просто страшно, элементарно страшно. Но вы сами можете убедиться в том, что работники предприятия, чьи камеры засняли этот необычный момент, до сих пор находятся под впечатлением от увиденного. Ну, а что же дальше? Учёные подтвердили, что зверь на видео действительно амурский тигр, это молодая особь. И сейчас в окрестностях, где случилось происшествие, работает опергруппа Краевого департамента охотнодзора. Они опрашивают местных жителей, осматривают территорию, расставляют фотоловушки. Сейчас главное понять, разовый ли это случай или намечающаяся тенденция. Департаментом была выслана оперативная группа во главе с представителем с конфликтной группой. Обследовалась территория. Ну, по представленным материалам видеоизображение нечёткое. Мы ещё и на 100% не уверены, что это тигр. Следов, как таковых, не обнаружено. Интересно, что до сих пор нет ни одного очевидца, который бы мог сказать, что видел животное. Кроме, конечно, тех, кто разместил это видео. Ну, и вообще складывается такое впечатление уже несколько дней, что тигр просто исчез и растворился. В истории Приморья выход тигров к людям был зафиксирован не раз. Но в основном это казалось либо о времени года, это бескормится в конце зимы, ранняя весна, либо отдалённые таёжные посёлки. Правда, вот был один случай, когда в 1986 году Амурский тигр зашёл буквально в пригород столицы Приморья Владивостока. Это случилось на остановке Чайка, буквально в 15 километрах от города. Ну, а что искал хищник сейчас, об этом предстоит задуматься. Версии есть разные. Своя версия есть и у директора дальневосточного филиала «Центр Амурский тигр» Сергея Рамилева. Тигр охотится на кабанов, которые ходят в частный сектор, на огороды. Копать картошку мог из любопытства всего того, что молодой зверь, либо в поисках собак оказаться в пределах населённого пункта. Там он понял, что он забрёл куда-то не туда и поспешно ориентируется обратно в лесной массив. Ну, что касается реакции местных жителей, то в большинстве своём они восприняли новость о появлении амурского тигра в пригороде Артёма довольно спокойно. И в основном строят свои версии. Конечно, большинство версий сходятся с официальными, недавно нами с вами услышанными. Они основаны на том, что тигр мог действительно увлечься охотой, выслеживанием диких кабанов, косуль, коз, которые являются кормом хищника. Ну, а также в Приморье принято говорить, что если вы не видите тигра, это не значит, что его там нет. Просто этот крупный хищник старается по возможности избегать встреч с людьми. Как бы там ни было, специалисты охотнодзора на этот час уже говорят о том, что, скорее всего, тигр покинул городскую черту. Тем не менее, местным жителям рекомендуется быть предельно осторожными, особенно в тёмное время суток. А водителям просят соблюдать скоростной режим. Андрей, у меня всё. Спасибо, Андрей. На кадрах действительно видно, что это не маленькая кошка. На прямосвязи из Приморья был мой коллега Артём Колесников.